Философия Макса Штирнера. Кто такой Макс Штирнер? Его настоящее имя Иоганн Каспар Шмидет. Это интереснейший философ своего времени. Да, своего времени, во многом опередивший развитие философии. Прекрасный творец пишет, я, кстати, первый на Штирнера ставку сделал, и вот она оправдалась в итоге, видите? Развитие философии. Его идеи пришествовали философии Ницше и постмодернизма. Хотя, ради справедливости, заметим, что Ницше нигде не ссылается на Штирнера, и, соответственно, скорее всего, он, может быть, даже его и не читал. Вполне себе так обычная ситуация, вполне стандартная ситуация для Ницше. Не читать большое количество философов, по-моему, нормально было. То есть, я не вижу никакой проблемы в том, что Ницше его не читал, но их идеи, они немного созвучны местами. И это многие замечают, как ни странно. Иногда даже доводя до того, что у Ницше отнимают всю его оригинальность, всю его революционность, хотя, конечно, это, ну, это перебор. Ницше всё равно молодец, несмотря на то, что вот не во всём. Он не такой молодец, как многим кажется, с одной стороны, но он и не такой плагиатор, как многим кажется, да с другой стороны, с другой стороны, правильно? В этом смысле Штирнер оказался своеобразным пророком и идейным революционером в области мысли. Причём пророком в том смысле, что он действительно своей философией предсказал некоторые элементы, по крайней мере, развития грядущей философии. Это круто, это интересно, это интересно. Он стал такой основополагающей фигурой для этой самой философии. И в этом смысле он молодец. Он, безусловно, молодец. Опять же, это не просто как бы хвалебный памфлет такой, напоминаю, да, это лекция. И мы пытаемся сейчас более-менее адекватно описать личность самого Штирнера, влияние Штирнера на историю философии, хотя влияние, скорее, знаете, как ни странно. Как ни странно, по большей части оказан на, как бы вам сказать, на анархизм, что ли. Хотя, с другой стороны, ну, у Штирнера не было сильной анархической философии. У него были какие-то, не знаю, черновые наработки, так это можно назвать. Это не полноценный анархический проект ни в коем случае, а некоторые элементы. Так вот, идейным революционером в области мысли. Почему он идейный революционер в области мысли? Потому что, ну, он один из первых, по сути, иррационалистов. Это круто. Это круто быть одним из первых иррационалистов, ну, не считая Шопенгауэра, соответственно. И опережая при этом Ницше, что тоже круто. Ну, и, соответственно, своим стилем он довольно интересно, он писал довольно интересно, что тоже должно нас радовать. Макс Штирнер для меня это пример сильнейшего творческого ума, создающего свои идеи, пусть не из небытия, но максимально приближенного к нему. Штирнер нередко классифицируется как младый гегельянец, и, конечно, Гегеля он слушал и читал достаточно много, что отразилось на его диалектической системе текста. Но самое важное не то, что он взял у Гегеля, а важно то, что он предложил сам. Давайте попробуем теперь разобраться, да, что же предложил сам Штирнер. Интересно. Краткая характеристика его философии будет звучать, наверное, так. Он эгоист прежде всего. Он прежде всего эгоист. В хорошем смысле эгоист, философский эгоист, глубокий философский эгоист. Индивидуалист. Один из, может быть, и не первых, но один из самых выдающихся индивидуалистов за всю историю философии. Что тоже бросает на него определенную тень такого вот уважения, соответственно. Пишут, критик мышления написано, критик мышления. Это я писал. Это я писал. Он реально критик мышления. В теории познания он критиковал мышление вообще как процесс. Подвергал его сомнению, разбору. Ну и также он был критиком субъекта во многом. То есть Штирнер, Штирнер, довольно интересный персонаж. Довольно в некоторых аспектах неожиданно глубокий. То есть, несмотря на то, что его текст написан в довольно простом стиле. И порой кажется, что это, знаете, какая-то любительская игра. И человек, который писал эту книгу с философией, связан, ну вот, как бы, довольно поверхностно. С одной стороны, может так показаться. Но с другой стороны, с другой стороны, Штирнер оказывается своеобразным философом-оригиналом. У него хватает такой, знаете, античной наивности утверждать такие вещи, которые в нашем обществе утверждать не принято. И это, на мой взгляд, это главная черта философа. Быть философски наивным по отношению к тем фактам, которые добываются наукой, теми или иными теориями. Быть философски наивным по отношению к той культуре, которая тебя окружает. Быть по-философски наивным ко всему, что тебя, по сути, окружает. То есть, начать с самого начала. Штирнер попытался начать с самого начала. Он, безусловно, находился в рамках определенного дискурса младогегельянства. Но при этом он один из самых выдающихся деятелей этого самого младогегельянства. То есть, вы никого среди младогегельянцев не найдете настолько же уникального, как Штирнер. Штирнер крайне интересен. Крайне интересен на фоне остальных младогегельянцев. И я думаю, если изучить тему, Штирнер окажется самым выдающимся из них. В том плане, что он самый интересный. Именно философски наивный. В том смысле, что вот он не изучил большого количества, видимо, историй и философии. А если изучил, то абстрагировался от нее. Это хорошо. Это, на мой взгляд, тоже хорошо. Опять же, потому что все величайшие античные мыслители, ну, за исключением Платона и Аристотеля, то есть почти все досократики, они историю философии знали довольно плохо, потому что им было плевать, по большей части. Так вот, давайте попробуем разобраться в философии этого самого замечательного Макса Штирнера. Обращаясь при этом к работам двух исследователей, прежде всего, это Дмитрий Хаустов и, с другой стороны, Владимир Орлов, наш замечательный друг, Владимир Орлов, с которым мы несколько, ну, один стрим провели. К сожалению, пока что только один, может быть, еще когда-нибудь будут стримы совместные. Вот. Владимир Орлов дал разрешение на копирование его материалов. У Дмитрия Хаустова, к сожалению, я спрашивать разрешение не стал, но упоминаю о цитировании, значительная часть материалов, проведенных здесь, это работа Хаустова. Да вот, например, вот она. Стиль и характеристика Штирнера. Как его характеризует Штирнера сам Хаустов? Давайте попробуем разобраться. Причин, по которым Штирнера нет в пантеоне. Заметьте слово в пантеоне, пантеон таких, знаете, философов, да? Пантеон философов. Почему Штирнера нет в пантеоне? Почему их, да, почему причин немало? Какие же, наверное, причины, да? Он риторичен даже на фоне Нитши. Действительно, ну, стилистика работ Штирнера, она крайне риторична. То есть, если мы встречаем текст, знакомимся с текстом единственного его собственности, эта работа крайне пафосная. Она в прямом смысле пафосная. Там куча пафоса именно. Там не то чтобы аргументы, там аргументы выражены в форме пафоса. И это классно. Это определенная стилистика, убедительная именно в том смысле. Она убедительна не в смысле логики, она убедительна в смысле риторики. Она реально очень риторична, и это, на мой взгляд, хорошо. Он саркастичен, да. Пишет, и это в ущерб общепринятой строгости рассуждений. Да, так и есть. Даже на фоне смешливого, часто сардонического Маркса. Он не включаем в движения, школы и коалиции. То есть, он ускользает от классификации этой дойной коровой историко-философского ремесла. Относительно того, что он ускользает, есть такое. Когда Штирнера причисляют к младогегельянцам, по большей части, ну, оказывается, что люди делают это, ну, абсолютно зря. Потому что у него от Гегеля, наверное, только структуры глав. И, возможно, возможно, еще и то, что он с Гегелем, ну, находится в таком своеобразном общении. То есть, он отвечает своему учителю на некоторые его довольно странные, абстрактные позиции. Понимаете, то есть, здесь не то, чтобы мы встречаемся с мыслителем, который находится под чьим-то колоссальным влиянием. Мы встречаемся с мыслителем, который от этого влияния избавляется. И в этом смысле Штирнер тоже хорош. А Хаустов пишет, он, в общем-то, неудобен. Тем более интересно, что его неудобство превращает единственную его собственность в ловкоустроенную ловушку. Чем проще от него отмахнуться, тем сложнее рискнуть с ним связаться, дать уверенную его критику или хотя бы интерпретацию, не споткнувшись на разных уловках лукового автора. Афористический штамп Ницше, тот самый, про то, что не убивает, подходит Штирнеру еще лучше, нежели к самому Ницше. При этом понять, в чем сила единственного из 19 века непросто. Нужно дождаться 20 века с Хайдегером и нигилизмом, с Кожевым и негативностью, с Батаем и Тратой. История философии не любит таких резких бросков, поэтому Штирнер по-прежнему не ее вип-клиент. Тем лучше для Штирнера и для тех, кто захочет найти у него живую мысль, не сданную в долгий архив бессмысленного и беспощадного учебника. Вот что пишет Хаустов. Давайте обратим внимание на некоторые аспекты данного текста, приведенного выше. Слушай, действительно, Штирнер далеко не самый модный персонаж истории и философии. Штирнер это персонаж, которого с охотой упускают в разных учебниках. О Штирнере я узнал, прочитав его книгу. Я о нем слышал только из Википедии, и то потому, что в Википедии много различных статей обо всех. Понимаете, в чем дело? В учебниках Штирнера с большим недовольством пихают. При этом сам Штирнер, на мой взгляд, великий новатор. Он великий новатор на фоне всей той ситуации, которая происходила в XIX веке. Штирнер, конечно же, философ первого эшелона. Именно с точки зрения новаторства Штирнер является одним из первейших мыслителей. Ему не хватает доказательности, ему не хватает убедительности. Но доказательность и убедительность – это, на мой взгляд, не атрибуты философии в целом. То есть, хорошо, когда философия доказательная, хорошо, когда философия аргументированная. Это отлично просто. Но это не основные черты. Понимаете, в чем дело? Пишет про Майнлендера. Слышал? Нет, не слышал, к сожалению. Так вот, почему творчество, философское творчество мысли является важным для философии? Ну, потому что почти все философы изначально, ну, то есть, отцы той или иной философии, они всегда имеют дисбаланс между количеством придуманных идей, с одной стороны, системой, то есть, большой-большой системой, с одной стороны, с другой стороны, с доказательствами этой системы. Например, когда мы касаемся работ Гегеля, работ Гегеля, неожиданно оказывается, что Гегель не так уж и много доказывал. В лучшем случае, у него есть какие-то мощные опровержения, позиции оппонентов. Ну, например, Канта. Он Канта любил опровергать. У него прямо в науке логики есть достаточно большой кусок текста, в котором он критикует Канта. Так вот. То есть, мы вообще за всю историю философии вряд ли найдем такого мыслителя, у которого на первом месте стояла бы доказательность, у которого были бы доказаны почти все положения, которыми он пользуется. Ну, например, исключением может быть, наверное, только Спиноза. Даже на фоне аналитических философов Спиноза будет исключением, потому что у него реально текст хотя бы претендует на тотальную доказательность, что одно у него вытекает из другого. Из аксиома у него вытекают теоремы, из теорем вытекают другие теоремы. Но и так до самого конца, пока он не спускается до уровня этики. Он, короче, идет от метафизики, тотальнейшей метафизики, к этике. А Штернер в этом смысле, Штернер в этом смысле, он куда больше инноватор, чем принято ожидать от философов, молодых гигельянцев, с одной стороны. А с другой стороны, он доказывал свои положения, ну, наверное, довольно-таки неохотно. Неохотно. Поэтому для многих людей, которые занимаются философией, Штернер оказывается своеобразным, в лучшем случае, мальчиком для битья, либо, ну, человеком, мимо которого можно пройти. Вот, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению. Да и как бы Штернер мог бы доказывать свои позиции, я серьезно себе не представляю. Знаете почему? Почему? Буквально по той причине, что Штернер иррационалист. Последователь иррационалист, с чего бы он должен отлично пользоваться логикой и пытаться доказывать свои положения с точки зрения логики, ну, на мой взгляд, непонятно. Давайте пройдемся кратко по биографии Штернера. Штернер, когда тогда еще под своим настоящим именем Иоганн Каспар Шмидт, учился, помимо прочего, на философском факультете Берлинского университета, где слушал звезд своего времени Шлейермахера и, что важнее, самого Гегеля. Которому недолго оставалось до смерти. Философия Гегеля, безусловно, главная философия эпохи. Философия как таковая. Как когда-то философом как таковым был Аристотель. Дала Штернеру ту теоретическую базу, от которой он будет отталкиваться, яро и порой скандально, в своих экспадах. При этом под рубрику «Философия Гегеля и шире гегельянство» нужно подвести отчасти критическую, отчасти лояльную Гегелю философию Людвига Фейербаха. Философа, который первый задал монументально, неповоротливому, как многим казалось и кажется, гегельянству новое условно-антропологическое направление. Ну вот, ну вот. Отсюда Штернер и рад его условных единомышленников, часто именуемых младогегельянцами, следует, строго говоря, не за Гегелем, но за Фейербахом. Мыслителем, попытавшимся отойти от безличного или сверхличного духа к конкретному, как скоро выяснилось, недостаточно конкретному, человеку. Человечеству, то есть человеку, с большой буквы. Собственно, Штернер, опять же, это опять же, это статья Хаустова, если что. Собственно, Штернер с, опять же, условными единомышленниками. Этот кружок хорошо образованных и, как сейчас говорят, политизированных молодых людей, собиравшихся в одном берлинском кабаке и самих себя называвших вольницей. Дер Фрейен, не знаю, как читается, лидером и заводилой был Бруно Бауэр. Да, известное философское лицо, но, опять же, замечу, что младые гегельянцы, они, ну, почти все ушли в лету. Ну, опять же, Бруно Бауэр, пишет, написано, фигура ныне не очень известная. Действительно, Бруно Бауэр один из самых известных младых гегельянцев, только проблема заключается в том, что младые гегельянцы, по большей части, ну, никому не известны. Самый выдающийся из них Штернер, на мой взгляд. Другие более серые, более серые кардиналы. Ну, чем Бруно Бауэр, по большей части, может быть известен, кроме своих текстов, наверное, тем, что его критиковали, критиковал Энгельс, короче. Ну, вот, Энгельс очень сильно прокачался по моде, соответственно, да. Ну, единственный, кто, наверное, пиарит Бруно Бауэра своей критикой, это Энгельс. Так, пишет, фигура ныне не очень известная, этот Бруно Бауэр, но значимая в контексте истории младых гегельянского движения. Насколько корректно здесь говорить о едином движении? Причем, говорить о едином движении, наверное, здесь тоже довольно странно, потому что все вот эти вот ребята, они собраны под одним и тем же крылом младых гегельянцев, только по признаку того, что они так или иначе контактировали с Гегелем. Хотя, отчасти, так или иначе, были солидарны с некоторыми аспектами его работы, ну, например, тот же Штирнер позаимствовал у Гегеля диалектический стиль повествования, по крайней мере, в своих главах. То есть, у него главы располагаются тройками, если что, что интересно, кстати. Так вот, труд Бруно Бауэра 1841 года «Трубный глаз страшного суда над Гегелем» в существенной мере задает тон эпохи, тон ироничный и саркастичный, желчный и критический тон, который впоследствии на все лады отзовется у Штирнера Маркса спустя поколение и у Ницше, которые, правда, апеллируют не к Бауру и не к Штирнеру, но к Давиду Штраусу, недалеко от них отстоящему. Что же касается самого Маркса и его чуть менее знаменитого, зато верного друга Энгельса, то и они одно время были близки к Вольнице, однако недолго по нарождающейся привычке будущих классиков коммунизма, резко порвав отношения со вчерашними товарищами, они тут же обрушились на последних и прежде всего на их лидера Бауэра. Да, я уже говорил про это. Критику полную Бауэрской же развеселой желчи... Да, они критиковали, короче, его книжку. «Святое семейство», вот оно называется, досталось и Штирнеру, но он таки опередил обидчиков. В 1844 году Иоганн Каспар Шмидт, ну то есть Макс Штирнер, уже псевдоним его, помним, да, прозванный Вольница Штирнером за широченный лоб Штирн, а замкнутый, как мы уже знаем, и непредметный, публикует большую работу. Единственный и его собственность. Вы не поверите, да, единственный и его собственность, вот она. По первому драфту название, просто я. Первое название просто я, представляете? Но позже это красноречивый лаконизм осел как заглавие второй части книги. «Выход работы имел эффект взрыва». Пишет, а что стрим не переименовать, ну потому что эта лекция, она будет вырезана просто, и все, отдельно будет хайлайтом. Взорвались и недруги. И, друзья, последних задел декларативный отход Гера Штирнера, отложившихся тому времени младогегельянских штампов. В первых, тот метил заведомо и не таясь, без труда попав в цель в действительно трудные и неоднозначные положения гегельянства. Взорвалась и цензура, моментально арестовавшая весь тираж книги, а вскоре арест отменившая, по здравым размышлениям сочтя содержание книги слишком безумным для того, чтобы кто-то мог принять такое всерьез. Либеральные немцы. Аргумент о безумии не спас Чаадаева и нажден от высочайшего гнева императора Всероссийского, Царя Польского, и так далее, и так далее, и так далее, да. Так вот. Безумно или нет, книга стала событием, и при этом единственно важным событием в жизни Каспаро Шмидта. После нее он не сделал ничего выдающегося, вел одинокий и нищанский образ жизни, безуспешно... Нищенский, простите, нищенский, ну, нищанский, нищенский образ жизни, да. Безуспешно пытался заработать торговлей вечно прокисающего молока и даже игрой на бирже неоднократно сидел в долговой тюрьме и умер, забытый, чуть-чуть не дожив до 50-летия от заражения крови после укуса какой-то ядовитой мухи. Теперь давайте переключимся на философию непосредственно. Ницше. Я и ничто. Я и ничто. Так тема называется. Ницше начинает свою книгу «Единственная его собственность». Такой вот... Ну, не начинает вроде бы, я не знаю, но вначале где-то промелькает эта фраза. Ничто – это то, на чем я построил свое дело. Ничто – это то, на чем я построил свое дело. Я, как единственный, не могу взять за скобки весь мир, от которого позитивно или негативно я отличаюсь. Могу, скажет Штирнер. Приветствую, приветствую, Суприм Стори. Пишут Ницше. Штирнер, Штирнер, какой Ницше? Сегодня не Ницше. Так вот, может ли он отличить весь мир вокруг себя? Весь мир взять за скобки? Может, конечно, Штирнер. Штирнер может взять мир за скобки. Конечно, может. Конечно, может. Есть он единственный. Вот он, он сам. И каждый из вас, кстати, тоже есть. Вы все тоже есть, как бы, единственные. И каждый из вас, и я в том числе, мы можем взять весь мир за скобки и оставить только себя. Только самих единственных. Это даже, на самом деле, единственная возможность, получается. Но как далеко можно зайти в отрицание всего вокруг? Интересно, да? Как же глубоко можно зайти, отрицая все вокруг себя? Может дойти, наверное, даже до самого ничто, считает Штирнер. Так вот, он пишет, что он не является ни богом, ни человечеством. То есть, когда он приводит в примеры бога и человечества в своей книжке, он от них отрекается, по большей части. Он не знает, есть ли бог, есть ли человечество как таковое для него. Это, скорее, знаете, своеобразного рода призраки. О призраках мы поговорим немножко позже. Это абстракции, только слова, до которых у меня еще нет никакого дела. Важно лишь, что мне говорят, надо быть добродетельным. Я не добродетель, я не добродетель. Она не мое тело, могу я отбросить ее, как ненужный словесный мусор? Охотно могу. Это, кстати, вроде бы цитата из единственной его собственности, кстати. Так что все нормально. Спрашивают. Всем привет, что тут нового сегодня? Лекция по Штирнеру, друзья. Давайте вместе послушаем лекцию по Штирнеру. Ну и получается, что отбросить, как словесный мусор, можно все. Вообще все. Кроме самого себя. Кроме своей собственной индивидуальности. Поэтому есть только я и не я. Как по фиг это могло бы звучать довольно странно. Только здесь не разворачивается уже диалектика окончательная. Есть вы. 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 Своеобразный, абсолют. Только вы. И ваша собственность. Ну вообще мир вокруг вас. Весь мир вокруг вас. Он, так скажем, Штирнер очищается вообще от всего ничто. Отрицательное. Приветствую, Никита. То есть отличное от всего остального. За что ни возьмись, все не то и не так. Не мое. Потому что другое. Все другое. Время поднять ставки. Если неверно, что я человек, можно ли в таком случае утверждать, что я русский? Ну нельзя, наверное, да? И так далее, и так далее, и так далее. Короче, короче, короче. Ницше базирует свое учение на ничто. Я и ничто. Короче, я это и есть своеобразное ничто. При этом это ничто, это творческое ничто. Это ничто, которое что-то может породить. Это ничто, которое отличается от всего, что есть что-то. От всего вокруг. Это самое я. Это самое я, это самое ничто, которое приходится потом и, собственно, ублажать. В этом ублажении будет заключаться впоследствии эгоизм Штирнера. Непосредственно эгоизм Штирнера, о котором мы будем, ну, скоро, опять же, говорить. Мы к нему скоро придем, кстати, надеюсь. Так вот, личность в учении Макса Штирнера. Единственность и уникальность я. По материалам Орлова, кстати. Вот по материалам Орлова сейчас поработаем. Штирнер, к слову, не знает терминов индивидуум. Хоть его и называют индивидуалистом, так или иначе, но терминов индивидуум, личность, он не знает. Любимый его термин для выражения этого представления – это термин «я», «ич». Вот это вот, вот эта немецкая штучка, видите. Опасность такого слова употребления бросается в глаза с самого начала. Системы немецкого идеализма использовали этот термин с такой широтой и вкладывали в него такое разнообразие и многоцветное содержание, что оттенков его нельзя перечислить вкратце. Штирнер сам чувствует это и обращается несколько раз к отмежеванию своего «я» от «я» Фихте, называя Фихте открыто и по имени. Кстати, довольно действительно забавно, что мы можем найти определенную, знаете, что ли, формальное сходство Штирнера и Фихте. Потому что философия Штирнера, она как бы делает разделение на «я» и «не я». Есть «я» и все остальное. Есть «я» и дело Бога. Есть «я» и государство. Есть «я» и дело человечества. Дела человечества – это не мои дела. Дела Бога – это не мои дела. Дела церкви – это не мои дела. Дела государства – не мои дела. Дела царя – не мои дела. Ничьи дела не мои, кроме моих самих. Понимаете, в чем дело? А мне при этом говорят все вокруг, а ты должен следовать там по пути Бога, ты должен следовать по пути государства, ты должен следовать по пути того-то, того-то, третьего, четвертого, пятого, десятого. Но это все не мои дела. Почему я должен заниматься делами других, делами, под которые я не подписывался? Почему, почему, почему? У Штирнера вот это вот разделение на я и не я, оно неонтологично с одной стороны. Именно вот с точки зрения, знаете, такого вот мирового разделения. И даже оно не является скорее здесь применимым для теории познания. Фихте, Фихте, в своем субъективном идеализме ононтологизирует и я, и не я, и слияние я и не я. У него получается диалектика своеобразная, довольно трудно все это выходит, неоднозначно. Короче, фихтанское разделение на я и не я, оно радикально отличается от того, что мы видим у Штирнера. Это важно. Но по форме очень похоже, как ни странно. Так вот, и тем не менее у Штирнера нельзя найти сколь-нибудь систематически развитого и формулированного учения о личности. Ведь труд по собиранию и анализу разбросанных там и сям оговорок, указаний, случайных разъяснений и так далее выпадает на долю стороннего исследователя. И если сопоставить собранный таким образом материал, то можно прийти к следующим выводам. Я по Штирнеру единственно. Кстати, интересно, единственное, в каком смысле здесь употребляется прояснение, будут, наверное. Надеюсь, будут какие-то материалы. Штирнер признает за каждым человеком в отдельности. Именно, видите, то есть номинализм такой своеобразный. Этический номинализм, который совмещается с эгоизмом. Я бы вот так это сформулировал. То есть у каждой индивидуален, каждый есть я, у каждого есть я. И каждый вправе судить об обществе таким образом, ну вот, как будто бы вот я, я являюсь собой, вы являетесь собой. И каждый имеет право следовать за своими эгоистическими мотивами, соответственно. Что является также крайне важным. Если вы перестанете следовать за своими естественными эгоистическими мотивами и начнете подчиняться делам государства, Бога и так далее, и так далее, и так далее, то мир будет наполнен скорее несчастными людьми, чем счастливыми. Так вот, все должны рассматривать себя как единственный, говорит Штирнер. Всякий должен общаться с другим и подходить другим как единственный. Ну то есть смотрите, несмотря на то, что такой подход может показаться многим излишним, такой подход может показаться многим неинтересным и даже банальным во многом. Замечаете, да, может быть банальным. Но он не банален, он именно интересен, он уникален для философии 19 века. В контексте христианской вообще философии он довольно уникален. Вообще в контексте европейской культуры это довольно неплохой тейк, это довольно неплохой и неплохой заворот такой. Штирнеру, на мой взгляд, все время не хватало только людей, которые бы так или иначе попытались доказывать его позиции. То есть последователей ему не хватает, хороших, грамотных, умных последователей, которые способны так или иначе войти в разные дискурсы. Так вот, реальность я, реальность я говорит о том, что реально не его личное я, а я как таковое, именно оно существует в каждом из нас. Это я живет в ты, в мы и так далее. В этом и заключается реализм его учения. Из количественной составляющей мы единственный приходит к составляющей качественной я. Именно это качественное я имеется в каждом индивидууме. Доля констатации слишком высока. Определение личности, как единственное, есть для Штирнера то определение, которое сосредотачивает и преломляет в себе все остальные ее свойства и определения. Это идейный фокус понятия, в котором собираются все лучи, сходящиеся сюда и расходящиеся отсюда по всем пунктам периферии доктрины. Перебрать основные оттенки этого термина значит найти и определить идейный центр всего учения. Штирнер сам, по-видимому, думал так и поэтому выдвигал это представление во всех суммирующих учения в формулировках. Вот что интересно. Но как мы таким образом должны выделять личность от всего остального? Как мы должны выделять я? Как мы должны отличать я от других я? Почему они, в принципе, уникальны оказываются? Почему они оказываются вообще выделимы? Что мы можем сказать про другие личности? Что мы можем сказать про другие я? Получается, что единственная неповторимая личность, по Максу Штирнеру, у него концепция единственной неповторимой личности. Каждая личность оказывается неповторимой, поэтому он индивидуалист, кстати. А личность единственная у Штирнера прежде всего потому, что она качественно неповторяема. Это значит, что подобной ей другой личности не может существовать и поэтому нельзя и найти. Казалось бы, что этот тезис, продуманный и последовательно до конца, должен привести к некой нелепости. В самом деле, можно ли утверждать полное отсутствие подобия между какими бы то ни было данными содержания сознания? Нет, он не утверждает этого, понимаете, в чем дело. Тут просто разные комбинации, одних и тех же, не знаю, черт сознания могут давать новые, например, какие-то отголоски, отцветы. И ввиду этого получается, что, ну, например, понимаете, в какой-то степени уникальность присутствует во всех нас. Например, я читал Ницше, я читал Канта, я читал Шопенгауэра, я читал, не знаю, Хайдегера, понял их немножко по-своему. Многие люди их не читали, некоторые люди читали только Хайдегера, некоторые люди читали только Шопенгауэра, взяли некоторые их идеи, допустим. Соответственно, соответственно, у каждого человека свой бэкграунд. Во многом случайный. Тотально общего бэкграунда, уже, например, чисто тотально общего бэкграунда быть в принципе не может. То есть, понятное дело, что даже отучившись на философском факультете, кто-то из нас прочитал и понял больше, кто-то прочитал и понял меньше, и даже если мы прочитали и поняли одинаковое количество текстов, скорее всего, эти тексты будут разными по величине, во-первых. Ну, то есть, разные, короче, разные тексты мы поняли, скорее всего, не одни и те же, по большей части. Скорее всего, разные. И, скорее всего, мы сталкиваемся здесь с еще одним аспектом нашего человеческого понимания. Скорее всего, кто-то из нас понял одни элементы тех текстов, которые у нас сходятся по-своему. И, соответственно, не знаю, кто-то лучше, кто-то хуже, может быть, кто-то глубже, кто-то поверхностнее и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все здесь оказывается тоже довольно неоднозначным. И, оказывается, да, разная интерпретация, разные подходы. В любом случае, ну, вот, если брать до конца, антологически, ну, так вот возвести, является ли человек уникальным каждый человек? Скорее всего, знаете, если без всяких абстракций к этому делу подходить, наверное, каждый человек является в своем каком-то, в своих каких-то аспектах уникальным. Поэтому, когда мы говорим, что человек банален, неинтересен, глуп, мы, скорее, выносим такую абстрактную оценку, сравнительную оценку. Этот человек банален, глуп и неинтересен по сравнению с вот этим великим гением, который вообще во всех своих аспектах, там, не знаю, кажется нам каким-то новатором, вообще невероятен он просто, да. Вот, по-моему, с этим гением все банально оказываются. Ну, может, это сравнительная оценка. А сущностная, сущностная, существенная, антологическая, скорее всего, сойдется к тому, что все люди, ну, более-менее уникальны, и в этом мы можем согласиться с Штирнером. Так вот, можно ли составить внешние границы и определённые запреты одной из основных функций познающего разума? Отысканию сходного и подобного во множестве. Если не поставить этих границ и запретов, то мысль, индуктивно изучающая, аналитически разлагающая, познаваемый предмет, всегда найдёт известные сходства и подобия в данном материале познания, ибо подобие есть всегда подобие в чём-нибудь определённом. Но именно это возражение оттеняет позицию ниши. Ну, кстати, вот здесь я согласен с Орловым, но Орлов тоже самое сказал, что я немножко более сложным языком, на мой взгляд. Лакси Ролл пишет, уникален, но не настолько, чтобы жизнь индивида была цена даже для него самого. Смотря по каким системам, понимаете, Лакси Ролл, тут по каким системам вы судите и какие системы ценностей исповедуете, соответственно. Ценность, она может быть... Понимаете, ценность может быть даже не привязана к индивидуальности. Так, понимаете, в чём дело? У нас могут быть такие этические извращения или этические позиции, согласно которым, ну, наоборот, абсолютно уникальных людей, наоборот, надо там убивать, калечить. Вот мы видим, кто-то слишком уникален, и нам это не нравится, и нам нравится какая-нибудь норма, мера. И мы пытаемся всех равнять по этой норме и мере, и, не знаю, переучивать, лечить или отстреливать людей, которые, ну, вот, являются представителями других позиций, соответственно. Так что, Лакси Роллу, понимаете, в чём дело? Тут ценность может определяться по-разному. И, наоборот, может быть, люди, которые не являются абсолютно индивидуальными, которые люди, ну, не уникальны совершенно, ну, как совершенно, относительно других людей не уникальны. То есть, представляют собой некое среднее вот такое вот звено, у которых более-менее, не знаю, уравновешены позиции одинаково. Вдруг эти люди являются ценностью в данном случае, их убивать нельзя, их надо лелеять, их надо ценить, вот этих самых людей. Ну, я знаю многих писателей, например, Захара Прилепина, для которых именно такой образец не уникального, банального, глупого, на мой взгляд, человека, но является фундаментом. Так вот, говоря о подобии неповторяемости, он имеет в виду неподобие в чём-нибудь одном определённом или никакое, либо одно определение, определённое подобие, а подобие во всём целом и сложном комплексе свойств как таковом. Штюрнер берёт личность человека во всей её цельности, не разрешая и не разлагая её на отдельные стороны и свойства. И в этом виде утверждает её неповторяемость и её единственность. Но в этом смысле со Штюрнером очень трудно спорить просто. Я не знаю, что тут можно доказывать, но то есть, смотрите, уже сам тезис как бы, ну, навевает нам уже свою, знаете, доказательную силу. Здесь никаких дополнительных аргументов приводить, наверное, уже больше не нужно. Именно это получающееся таким образом особливость, своеобразность, повторяемость и выдвигается Штюрнером на первый план. То есть, Штюрнер правильно описывает мир, условия мира, соответственно, да. Ну, то есть, даже очевидно, что мы разные телесно, а интеллектуально-то мы ещё более разные, на самом деле. Мы не машины, которые копируют, даже машины, на самом деле, во многом даже наши компьютеры во многом уникальны. Вот у нас, у меня компьютер на столе, у моего компьютера есть определённое содержание. Я уверен, что, наверное, нет ни одного компьютера на планете, который содержал бы в себе ту же самую информацию, что и мой компьютер. Серьёзно. Ну, по крайней мере, потому что я книжки пишу, у которых ни у кого нет. Неповторяемую совокупность знаков, соответственно. Ну, я думаю, по играм, по интересам, по книгам, которые я читаю, тоже вряд ли найдётся человек, у которого бы, не знаю, содержимое компьютера полностью бы совпадало с моим содержимым компьютера. Соответственно, понимаете, даже мой компьютер в этом смысле оказывается в штиринеранском уникален. Лаксирол пишет, например, таких, как я, более-менее подобных мне в мире найдётся с миллион или больше. Ну, миллион – это мало. Миллион – это меньше одного процента. Лаксирол. Пишет, Батхёрд пишет, но весь материал можно скопировать и перенести на другой компьютер. Да, но с человеком так не работает. А, ладно, да нет, даже ноутбук мой не является точной копией моего компьютера, соответственно. То есть, хотя некоторые файлы повторяются. Так вот, каждый, говорит он, исключительен и эксклюзивен своей единственности. Каждый единственный настолько разнится от всех других единственных, что образует по отношению к ним последнюю и самую решительную противоположность. Как единственный, ты не имеешь ничего общего с другими настолько, что даже о противоположности в настоящем смысле нельзя говорить, ибо противоположность есть вид логического объединения в третьем – общем. Общего между личностями только одно – это их неодинаковость. Но и она существует только для третьего лица, сравнивающего. Источник Ильин, кстати, идея личности в учении Макса Штернира. А редактор Владимир Орлов. Так вот, Александр Седых пишет, содержимое компа можно стереть, тогда комп перестанет быть уникальным, это просто железка. Ну, вам можно отрубить голову, например, и тогда, ну, и тогда вы перестанете быть уникальным, вы просто тело и голова разрублены, отдельно друг от друга стоящие, соответственно, Александр. Вот ваш пример, да, достаточно. Так вот, уникальность требует для понимания единого под разумными, разными углами, окей. Так вот, ну, таких как Шадов-то, понятно, пару сотен. Ну, знаете, смотря о чем вообще речь идет. Смотря по каким критериям, ну, любители японских каких-нибудь игр, например, миллионы, наверное, будет. Тут такое уже довольно-довольно страдое сравнение, понимаете. Если мы можем, опять же, если мы можем искать неуникальность, цепляясь за какие-то конкретные, не знаю, тейки. Батхерт ТВ пишет, но тело тоже будет уникальным. Ну, да, тело тоже будет уникальным. Да и компьютер в своем, в некотором роде тоже своеобразно будет уникален, понимаете. Здесь дело даже не в том, что в начинке. Скорее всего, расположение атомов. Я не люблю слово атомы и молекулы. В компьютере, ну, вот, оно все равно уникально своеобразным образом. То есть, если общие формы у него и так или иначе, ну, работают почти что. Ну, вот по одному и тому же принципу, у двух одинаковых моделей компьютера, как минимум, правильно, то все равно будет отличие на более низких ступенях. Александр Седых пишет, ком продолжит функционировать, если стереть данные. Если голову отрубить, человек не продолжит функционировать. Ну, давайте сотрем вам память. Ударим вас по голове так сильно, что вы потеряли память. Давайте такое сравнение, как угодно. Как угодно, короче. Все, все, сделаем из вас пустышку-болванку. Ну, то есть, как хотите. Тут у нас много разных операций проводится по проверке философских высказываний. Так вот, одним из самых интересных слов, которые вообще, в принципе, употребляет Штирнер, является слово «призраки». «Спук». «Спук». Это слово «спук» переводится. «Спуки». «Спуки». Когда Орлов говорит слово «спуки», он говорит про этих самых призраков. Для подобных вещей, как человечество и добродетель, у Штирнера есть резкий термин «призраки». «Привидения», «призраки», имя тех сущностей, которыми изобилует культурная традиция. «Привидения» приводят нас в царство духов и царство сущностей. И далее. «Признавать только сущностей и только их понимать, в этом заключается религия, ее царство, царство сущностей, призраков и привидений». Культурная традиция на деле оказывается исключительно религиозной. Штирнер в черни набрасывает то, что нескоро еще станет призраком антологии. Блин, а вот это круто. Хантологи, хаунтологи, ужака дрида. «Все мы догадываемся, что то, что в первую очередь характерно для призрака, это его бестелесность, оторванность от мира вещей и событий. Коль скоро призрак не обнаружим физически, место его в области воображения. Можно вообразить себе сколько угодно призраков, насколько хватит сил и желания бог, человечество, этика, категории, кантовские, аристотелевские, какие угодно. Все это не укоренено в действительности призрачно. И снова мысль Штирнера несется вперед, не останавливаясь перед существенным. Если бы он потрудился спросить, а что есть действительное, он бы попал на враждебную территорию Гегеля без единого шанса на победу, даже на маломальское сопротивление. Оружие Штирнера, головокружительная скорость, резкая смелость мышления, перестает работать там, где требуется тщательность, обстоятельность, трудный аналитический талант. Зная об этом, он пропускает мимо себя все неудобные, тормозящие его бег вопросы». На самом деле есть такой аспект. Это на самом деле нормально, потому что над этими вопросами могли бы и поработать его ученики, соответственно, если бы они у него были в большом количестве. К примеру, вопрос о действительности упирается в вопрос различия понятийного, а не только лексического призрака и непризрака, воображаемой сущности и чистой телесности. Насколько вообще представима такая телесность, если нам, хотим мы того или нет, все же приходится ее представлять? Не выдумка ли, не призрак, сама граница телесного и бестелесного? Если телесное само по себе ведь уже понятие дается нам только в условиях бестелесного мышления, воображения, умного, человеческого восприятия, покажите, попробуйте мне такое тело, которое также ни слова, ни мысль, ни сущность, ни призрак. Сперва я обязан помыслить нечто как тело, чтобы затем обнаружить его как действительное, отличное от чего-то лишь мысливого. Это ли не явное недоразумение с логической точки зрения? Ну какая разница, правильно? Ну то есть здесь, в принципе, довольно-таки интересно. Здесь довольно интересно. Тут, короче, пишут, смотрите. Так, да-да-да-да. Если так подумать, пишет Bloodherd, кстати, реально компьютер тоже по-своему уникален, у процессора свой срок, разгонный потенциал, как и у видеокарты, да? Да? Lexerol пишет. Так, получается, любой объект уникален, хотя бы набором частиц, из которых состоит, да? Но! Штирнера, конечно, не интересует набор частиц, из которого состоит наш компьютер. Компьютер просто является понятной аналогией для того, чтобы понять, как устроена личность. Ну, я, точнее. Как устроена я по Штирнеру, получается. Хорошая такая аналогия. Вот. И это, в принципе, интересно. Вообще, теория призраков Штирнера довольно-таки крута. В том смысле, что она, ну... Как бы вам это сказать? Она невероятна. Она невероятна. Она неожиданна. Она резка. Она реально появляется, ну, просто из ниоткуда. И внезапно все объявляется призраками. Все становится призраками. Вообще, все категории, которые использует человек, включая логику, становятся призраками. Александр Седых пишет. Окей. Если удалить данные, комп продолжит функционировать так, как прежде. А если из человека сделать овощи, ударить по голове, он не будет таким, как прежде. Если вы удалите все данные с компьютера, включая операционную систему, у меня для вас будут плохие новости. Компьютер будет работать только в том смысле, что у него будет BIOS. Упс. Пока вы не установите систему операционную, ну, компьютер будет работать довольно херово, соответственно. Но вам, во вас не устроит тот уровень, на котором он будет работать. Серьезно. Не устроит. Я не про все, я про жесткий диск. Ну, что, если у вас на жестком диске хранится, опять же, операционная система. Ну, да ладно, неважно. Эти материалы из лекции в текстовом формате доступны для скачивания? Мага. Я вам разрешаю их скачать. И сейчас, в данный момент, возьму и выложу их в храме Осьминога Бесконечности. Мне, в принципе, не западло. Хотя, текст, по большей части, скомпилирован не мной самим, понимаете? Ну, в смысле, скомпилирован-то он мной. Скомпилирован он мной, но не из моих собственных наработок, потому что я не являюсь шутернероведом, соответственно. Но здесь цены мои, на самом деле, комментарии. Лекция является авторской, потому что во многом я их... Просто потому что я их, так или иначе, вот, ну... Обрабатываю своими комментариями. Здесь определенная ценность в моих лекциях представляется комментариями. Ну, я, если что, я, если что, уже выложил. Выложил у меня, соответственно, там, где нужно, она есть теперь. Так вот, призраки. Призраки. Вообще все призраки. Все призраки практически. И на самом деле Штирнер достаточно храбрый персонаж для того, чтобы объявить призракам и философию, почти все философские категории, и само мышление, и науку, и атеизм даже, и многое-многое-многое другое. Штирнер со своими призраками, ну, то есть Штирнер почти из всего делает призраки. То есть, если какой-нибудь Бекон со своими призраками театра, хератора и прочим таким дерьмом, там, ну, действительно, хватило очень мало явлений. Штирнер абсолютизировал этих призраков. Штирнер покрыл призраками всю культуру, всю философию, и в этом смысле он такой, знаете, гений, гений призрачного мастерства, который в этим словом, под словом призраки, как раз понимал то, что это пустые понятия на самом деле. Когда какой-нибудь Витгенштейн говорит то, о чем нельзя говорить, о том следует молчать, этот тезис уже был давно сказан, и он был сказан Штирнером на самом деле. Ну, как молчать? Мы можем говорить о призраках, конечно, но это призраки. Призраки, они бессмысленны, они просто существуют. Почти вся критика философии в таком зачаточном состоянии присутствует уже у Штирнера. Если Шопенгауэр очень несмело подходит критике философии, он, ну, может быть, разносит Гегеля, не очень любит Гегеля. Андрей Рашин пишет, Фуко и Штирнер на пару работали. Что? Ну, неважно. Короче, Штирнер гений. Гений в этом смысле, конечно, но он очень интересен. И самое последнее, что нас интересует, это эгоизм Штирнера. Через все, что мы исследовали, следует эгоизм Штирнера. Тот спрашивает. Ну, вот, типа, хотелось спросить, ну, уникален и что? Ну, уникален и все. Уникален и все, ты уникален, чувак. Смирись с этим, как бы. Ты уникален и что? И у тебя есть свой эгоизм. Ты имеешь право проявлять эгоизм, потому что у тебя есть свое дело, понимаешь? Понимаете? У каждого из нас есть свое дело. И при этом уже через призраков мы понимаем, что дела Бога, дела человечества, дела государства, это все призраки. Они не настоящие. Государство не настоящее. Бог не настоящий. И вообще ничто не настоящее. Мы все это выдумали. Есть только мы. Есть я, вы. Есть мага. Есть другие наши слушатели. Батхёрт ТВ. Есть вообще все, кто нас сейчас смотрит. Есть все, кто смотрит эту лекцию. Такой своеобразный номинализм получается. Такой своеобразный тотальный номинализм, в котором все подвергается такому вот низвержению. Это во многом даже, наверное, нигилизм, если можно так выразиться, в самых лучших его проявлениях, в самых глубоких, в самых основательных, в самых деконструкционных. Да, да, Штирнер во многом был предшественником той деконструкции, которая в итоге была в постмодерне. И это и является вот нам все. И именно поэтому, потому что только вы настоящий, вы по-настоящему уникальны. Есть вы. Вы по-настоящему уникальны, и весь мир вокруг вас состоит из призрака, в котором вы, по сути, должны были подчиняться с точки зрения, не знаю, других людей. Многие люди думают, что они должны подчиняться призракам. Должны отдать жизнь за государство. Не должны государство, это призрак. Должны отдать жизнь за Бога. Бог-призрак тоже. По крайней мере, в нашем представлении он призрак. Может быть, Бог и есть. Мы точно не знаем, но в нашем представлении Бог это своеобразный призрак. Абстракция, которую нельзя потрогать, почувствовать. Узнать ее нельзя. И это призрак, которого не существует. Его на самом деле не существует. Почему мы стремимся выполнять дело Бога? Непонятно. Почему мы стремимся выполнять дело государства? Непонятно. Их нет на самом деле. И мы... Что звучит на самом деле, что должно для нас звучать по Штенеру, по крайней мере, ну просто чудовищно. Вот есть мы, и мы при этом берем и свои интересы ставим на второй план перед интересами каких-то призраков, которых на самом деле нет. И через это мы приходим к эгоизму Штенера непосредственно. И мы приходим к эгоизму Штенера, и давайте его развернем. Это уже цитата из единственной его собственности. Чего-чего только я не должен считать своим делом. Во-первых, дело добра, а затем дело Божье. Интересы человечества, истину, свободу, гуманность, справедливость и далее. А далее дело моего народа, моего государя, моей родины. Наконец, дело духа и тысячи других дел. Но только мое не должно стать моим. Стыдно быть эгоистом, который думает только о себе. Ну вот говорят другие Штенеру, стыдно быть эгоистом, который думает только о себе. Но как бы не так, как бы не так. Штенер начинает большую, тотальную операцию неспровержения ебаных призраков. Просто уничтожение, ну по крайней мере риторического уничтожения всех призраков, которых он только встречает. Он навешивает ярлык призраков почти на все, что мешает его взгляду на мир. И в этом смысле Штирнир, опять же, невероятно интересен и силен. Что же он пишет чуть-чуть позже в этой же самой первой главе в начале? Божественное дело Бога, человеческое дело человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и так далее. Это исключительно мое. И это дело не общее, а единственное. Так же, как и я. Единственный. Для меня нет ничего выше меня. Пишет Макс Штирнир. На самом деле, во всей вот этой вот чехардея понятий мы видим большую тесную связку. Если сам Штирнир... Давайте я отойду ненадолго, подхвачу лекцию Штирнир, не лекцию Штирнир, а книжку Штирнира. Вот я здесь. Единственная его собственность в руках Ушадова сейчас будет. Сам Штирнир, ну на самом деле, многие могут показаться, что это какая-то сплошная риторика. Понятно, какая-то этическая риторика, малоинтересная, мало кому вообще интересная, мало что из себя представляющее. Но на самом деле это довольно мощный проект. Прежде всего, Штирнир разбирает человеческую жизнь, потом жизнь людей древнего и нового миров, потом начинает разбирать призраки, помешательства различные человеческие, на чем люди помешиваются и при этом мешают себе жить, соответственно. Он разбирает различные политические течения, политический либерализм, социальный либерализм, гуманитарный либерализм и так далее. То есть Штирнир, Штирнир действительно работает с понятиями своего времени. Во второй части он разговаривает о принадлежности себе, своеобразии. Он рассуждает о собственнике, у собственника имеется его мощь, его общение, его самонаслаждение. Ну и, конечно, сам единственный, сам единственный тоже присутствует. Вот, книжка Нитши, ой, Штирнира, прошу прощения, Штирнира, она действительно кажется очень риторичной, но при этом, но при этом, все, вся вот эта вот, вся вот эта вот книжка, которая кажется вроде бы и непоследовательной, и риторичной, может быть, но многим она может показаться глупой. На самом деле она связана одной цепью. Это книжка, в которой все как бы, как бы едино, но едино оно не потому, что автор потрудился объединить все элементы своего учения в одно, а потому, что они легко объединяются, когда мы прочитываем внимательно Штирнира, когда мы внимательно анализируем его текст, когда сопоставляем его призраков, его личности, всякие вот эти вот уникальности, вот эти вот творчества, мы на самом деле получаем четкий, точный и последовательный ответ о том, вообще, как следует человеку жить, на что надеяться, почему нужно избегать призраков и так далее, так далее, так далее. Это не просто раздельные части разных учений, это единое целое, это по сути действительно единое целое, конечно, описанное как определенную, с помощью риторических фигур. Притом даже критика мышления, в этой книженции имеется критика мышления, критика многих мыслителей, критика атеизма, критика христианства, критика вообще всего. Штирнир своей критикой, не знаю, атакует вообще все, что он только видит, и в этом смысле Штирнир тоже довольно силен, несмотря на то, что его критика может быть многим покажется поверхностной, неоднозначной. Да, мы еще тут, конечно. Так вот, Штирнир, на мой взгляд, один из сильнейших философов 19 века, один из самых значительных, один из тех, с кем стоит ознакомиться. Книжка его, единственная его собственность, довольно простая для прочтения, вы вряд ли испытаете какие-то большие трудности при ознакомлении с ней. То есть, даже в контексте, даже если вы будете понимать его вне контексте Гегеля, ну, поймете вы немножко меньше, чем следовало бы, но все равно очень много. Единственная его собственность, это хороший философский проект, который может показаться безумием для христиан, который может показаться безумием для христианских атеистов. Ну, то есть, эти чуваки, которые типа против Бога, но которые на самом деле разделяют большую часть христианских этических ценностей. Вот эти самые чуваки, да, Штирнир тоже против них, и Штирнир впервые обрушил на них критику свою. Что тоже довольно интересно, понимаете, в чем дело. Штирнир вообще многое делает впервые для истории философии, ну, или если не впервые, то впервые возрождает это в дискурсе нового времени. Поэтому чтение единственного его собственности, ну, на мой взгляд, если вы интересуетесь философией, является одним из, наверное, вот, не знаю, одним из важнейших, важнейших, одна из важнейших книг в истории философии, которая, правда, недооценена. Платон, Аристотель нам нужен, Ницше нам нужен, Шопенгауэр, Кант нам, безусловно, нужен, Гегель нам, безусловно, нужен, если мы хотим знать историю философии. И Штирнир. Штирнир один из тех, на мой взгляд, кто должен войти в этот самый философский пантеон, должен быть оценен, ну, если не очень высоко за свои рассуждения, но хотя бы очень высоко за свое новаторство. Штирнир хороший философ с точки зрения, вот, оценки по степени новаторства, и у меня к нему, вот, уважение. У меня к нему уважение, я уважаю Штирнира, и на этом, наверное, стоит закончить лекцию, потому что, ну, больше мне сказать по Штирниру на самом деле нечего. Вот, вот, лекция закончилась.